Они говорят, пошли, на каком основании? Тогда, когда, ну, человек невысокий, мне так сердце, когда два мальчика, по два метра, меня от двух сторон вот так хватает. А меня просто подняли, я не шел, я не шел. Первый раз взяли всех, подержали в автобусе, отпустили. Потом целенаправленно охотились уже за операторами. Вот пытаются выхватить из толпы Дмитрия. Куда ты меня сняешь? Куда? Камеру зовешь? В конце концов, все закончилось благополучно, не считая разбитой камеры. Задержанных корреспондентов несколько часов подержали на базе внутренних войск и после вмешательства российских властей отпустили. Что же могло случиться с Димой, через три месяца до сих пор остается тайным. Сотрудники оперативно-следственной группы полагают, что по исчезновению Завадского будут установлены все обстоятельства произошедшего. Если есть виновные лица, они ответят. По подозрению в похищении Завадского уже арестовано пять человек. Два бывших сотрудника милиции, один уголовник и два офицера из отряда специального назначения МВД Белоруссии «Алмаз». Главная версия следствия – исчезновение оператора ОРТ связано с его командировками в Чечню. Во время Второй Чеченской войны Дмитрий Завадский провел в районе боевых действий в общей сложности три месяца. Три месяца он снимал войну, оставил десятки часов в хронике, а о нем самом сохранилось только 30 секунд. Это единственный видеокадр, на которых Дима в Чечне снимает разминирование Грозного. Полковник из спецназа МЧС сделал себе на память несколько кадров. Центральная, только со среди, сейчас будет взрыв на промзоне, как понял. За работу в Чечне Дмитрий Завадский награжден Министерством внутренних дел России фотоаппаратом. Среди операторов, лучший оператор России, пожалуй, это Дима. Внешне был спокоен и говорил он мало. Но чем больше мы работали вместе с группой ОРТ, тем он более выделялся на фоне других операторов. Подполковник Платонов хранит у себя и кадры штурма Грозного, снятые Димой. Говорит, что невозможно забыть, как они тогда работали вместе. Это наблюдательный пункт, где командовал генерал Малафеев, который через несколько дней погибнет. Мы стояли, камера Димы Самовой Сойки, камера тоже высоко объектом из города видна. И по нам стал стрелять кто-то из крупнокалиберного пулемета. Я говорю, волнуюсь, стреляют собаки, это по нам, надо уходить. И поворачиваю голову на оператора и вижу взгляд Дмитрия. Он мне говорит, Анатолий, повернитесь, пожалуйста, ко мне и говорите в камеру. И отвечайте на вопросы журналистам. Анатолий Платонов рассказал Завадскому историю о белорусском наемнике, задержанном в Чечне. И Дмитрий, вернувшись в Минск, пересказал ее белорусским журналистам. По мнению следователей, это ключевой момент в деле исчезновения оператора ОРТ. Цитата из интервью Дмитрия Завадского в белорусской деловой газете. По свидетельству руководителя временного предцентра МВД, в шале московский ОМОН задержал человека, который прошел спецподготовку в белорусском спецподразделении «Алмаз». Он шел ночью и даже обувь не замарал. Значит, местность была ему знакома. Брали алмазовцы четверо ОМОНовцев. Когда заломали руки, он сказал, я все равно буду вас, сук, мочить. Ясно, что он был у Хаттаба. Но сам он владел собой железно. Он отрицал все и, наоборот, говорил, я приехал сражаться за Россию. Интересно, как он мог пройти столько контрольно-пропускных пунктов. Это было вообще непонятно. Задержанного гражданина Беларуси показали в сюжете о наемниках в программе «Новосейн-ТВ» 2 января 2000 года. Боевую подготовку я проходил. Владеем огнестрельным оружием, горной подготовкой. Каратэ, да? Да, рукопашным боем. Это вот на пальцах от тренировок? Да, на пальцах это от тренировок. Буквально через несколько дней из Минска пришли документы, подтверждающие, что это бывший сотрудник спецназа Беларуси. Игнатович Валерий Александрович, 1970 года рождения, уроженец Беларуси. Старший лейтенант отряда МВД специального назначения «Алмаз». Уволен из МВД Беларуси в 1998 году по состоянию здоровья. Во время службы в отряде получил компрессионный перелом позвоночника. Ну, так как делом занималась прокуратура, когда установленный законом срок истек, его вынуждены были выпустить. Как оказалось, Валерий Игнатович фактически второе лицо в белорусском отделении ультранационалистической организации РНЕ, русского национального единства. Он отвечал за физическую и военную подготовку членов организации, пользовался большим авторитетом и настаивал на активных действиях. Случайно сохранились кадры военной подготовки бойцов РНЕ. Игнатович обучает стрельбе из пистолета. Пробежал, остановился. Почему так вот останавливается? Чтоб равновесие удержать. Достаю его. Перезаряжаю. Выстрел. Целью с двумя глазами. Планы Игнатовича пугали лидера белорусских экстремистов Глеба Самойлова. И он использовал интервью Завадского и сюжет НТВ, чтобы убрать из организации опасного соперника. Валерия Игнатовича исключили из рядов РНЕ, а членам организации запретили с ним общаться. По мнению белорусских следователей, после этого у Игнатовича и могла появиться идея отомстить Дмитрию Завадскому за пережитое унижение. Дома у Завадского начали раздаваться странные звонки. Звонили, просили о встрече, чтобы встретиться с ним. Прочитали его интервью в газете и о встрече просили. А я, когда поднимала трубку, всегда просили Диму к телефону. И я когда говорила, что сейчас позову, просто ложили трубку. Он позвонил на ОРТ, а потом я уже спрашивала, что это за звонок. Он говорит, а мама какой-то мент. Вот так он сказал. И мы даже один момент, мы просто даже испугались. Дима сказал, ты говоришь, что у меня нет дома вообще. Звонил ли это Игнатович или кто-то из его группы, неизвестно. В марте 2000 года Валерий Игнатович вновь отправился в Чечню. И по контракту попал в 22-ю бригаду главного разведывательного управления Министерства обороны России. При этом Игнатович достаточно свободно уезжал из района боевых действий и появлялся в Белоруссии. Накануне исчезновения Дмитрия Завадского Игнатовича видели в Минске. Он уговорил двух офицеров отряда «Алмаз» оформить на работе отпуск и съездить с ним в Россию и Чечню по каким-то делам. И 7 июля, когда пропал оператор ОРТ, эта группа уехала в Россию. Их арестовали ровно через месяц, сразу же после возвращения в Минск. А через три дня, тремя ударами ножа в сердце, убили Глеба Самойлова. Генеральная прокуратура Белоруссии объединила эти эпизоды в одно уголовное дело. До сих пор Игнатович и остальные подозреваемые ни в чем не признаются. Прямых доказательств их причастности к похищению оператора ОРТ нет. И главное, нет четкого ответа на вопрос, если Игнатович хотел отомстить Завадскому, почему просто не убил его, а организовал похищение, причем через полгода, после злополучного интервью белорусской газете. Генеральный прокурор Белоруссии на все вопросы отвечает одинаково. Работники оперативно-следственной группы располагают определенными сведениями о произошедшем, но обнародовать их преждевременно. Можно хотя бы с определенностью сказать, что вы в Завадске леди? Ну, я думаю, сказал то, что мог сказать. Зачем? Зачем нужно было так чисто, так профессионально организовывать исчезновение операторов? Я думаю, здесь политическая версия более состоятельная. Вы когда собираетесь? Возможно, дело Игнатовича и сотрудников «Алмаза» засекречено, потому что министром внутренних дел Белоруссии в сентябре 2000 года стал Владимир Наумов, человек, создавший спецотряд «Алмаз» и воспитавший его бойцов, в том числе и Игнатовича. Вот Наумов в окружении своих воспитанников, с каким обожанием они на него смотрят. Вообще, культ силы – один из основных в современной Белоруссии. Спецподразделения пользуются любовью президента Лукашенко. Фактически, это гвардия главы государства.